Зелезный капут. Тебе пора освободить ангар. Снаружи тебя ждёт Ямамото. Он уведёт тебя в курс дел. Ну и каковы твои приложения по показке этих монстров, американец? Начнём с Ратте. Его броню стоит прокачать. Какая самая прочная сталь из тех, что у вас есть? Совсем недавно мои сахтёры носили сверхпрочную руду, а сталевар с большим трудом изготовили из неё бронепластины. Тебе стоит взглянуть. Незеритовая сталь. Неужели она существует? Думаю, она отлично подойдёт для прокачки. Ух ты! А Империя окрепла с момента последнего моего визита? Кто ты, тюзак? Отвечай! Я старый знакомый вашего профессора. Меня зовут Левиафан. Ты наверняка слыхал обо мне. Паха-феса Т-94 внутри завода. Ах, вот и ты, старина Т-94. Левиафан? С тем поздравал? Надеюсь, ты не забыл про свой старый должок? Разумеется, я не забыл. Я помню, как ты вытастил меня из плена. Ну вот и хорошо. Настало время свести счёты. Ну и как твои успехи, американец? Броня готова? Как видишь, всё уже на финальном этапе. Изумительно! Можешь продолжать. С такой бронёй Ратте стал непобедимым. Ну что, парни. Полагаю, мы собрали достаточно сил для рейда адских земель Левиафана. Мы не можем отправить на это задание все силы. Нужно оставить гарнизон на заводе. В качестве гарнизона отлично подойдёт пельмень и КВ-44М. Но для их ремонта у нас нету ресурсов. Я поставлю задачу шахтёрам работать вдвойне. Думаю, за недельку они справятся. А тем временем Дориан останется в гарнизоне. Попытаюсь связаться с нефритовыми стражами. Они доставят наш отряд прямиком в адские земли. Наша задача раздобыть 10 эшелонов железной руды, парни. Забудьте о солнечном свете. На ближайшие недели шахта станет для вас вторым домом. Пришло время каждого сделать всё ради нашей победы. Вперёд, парни, за работу. А вы и вправду собрали внушительный отряд. Сомневаюсь, что мне хватит энергии отправить всех. Дориан остаётся на защите завода. На этот рейд отправятся КВ-44 и Фёдор. Вы опять решили разделить все свои силы? Вскоре мы починим пельмени и КВ-44М. Так что всё под контролем. Тогда приступим к телепортации. Поработали мы на славу. И сталь уже готова к отправке. Планы профессора будут выполнены. Всем спасибо за ваш труд. Ух ты! Телепортация это весело. Ненавижу телепорты. Слишком уж после них кружится башня. Время найти и прикончить парочку демонов. Мой владыка, я осмотрел ваш чертёж. И увидел несколько недочётов. Ты ставишь под сомнение мои инженерные навыки? Ты кем себя возомнил, профессор ПЗ-35? Конечно же нет, мой повелитель. Я уверен, что вы хорошо знаете инженерное дело. Я всего лишь хотел немного доработать ваш чертёж. Я строго-настрого запрещаю вносить правки в мой проект. Над ним я работал несколько лет. Просто делай свою работу. И не задавай глупых вопросов. Так точно, мой повелитель. Задача будет выполнена в лучшем виде. Чёрт бы меня побрал. Что это? Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при своении образованности, можем предположить, что это диверсия какая-то. Ладно. Продолжайте. Самое главное, делайте всё по чертёжам, владыки. Так точно. Ваш паралет завёрщён. Наконец-то. Начинайте сборку моего гиганта. Булыжник. Добро пожаловать во рту, сынок. Ты раз о поработал, американец. И я оставлю тебя в зевых. А сейчас займись ремонтом этого советского взломка. Слушаюсь. Будет выполнено. Впереди ещё очень много работы. Нужно скорее освобождать ремонтный цех. Мы ещё не завершили сборку. Осталась самая малость. Пельмешка. С возвращением. Я как раз веду переговоры со стражами. Пора хорошенько прокачать твою броню. Они в этом помогут. Знать и так, Зелезный Капут. По просьбе моего давнего друга, я вынужден отправить тебя на задание. На это задание должен пойти я. Он ещё не готов к этому. А я намного опытней. Ты уже себя проявил в бою против советов. И не с лучшей стороны, Ямамоту. Против советских мегапусек нужна хорошая броня, Которую капуто предостаточно. Ну сколько можно-то, а? Сколько можно? Ребята, передайте в штаб, что к нашему авантасту движется неопознанный гигант. Поехали! Я не буду! Поехали! Продолжение следует...